ну привет видно слышно меня покажите мне тут уже все зовут играть отлично доброе утро уже полдень уже день это второй стрим мы с вами сегодня будем пытаться делать примерно то же самое что в прошлый раз у меня есть для затравки несколько вопросов которые вы присылали мне на почту а потом по ходу дела я думаю чат здесь захватят власть и мы будем отвечать на вопросы из чата в общем чего поехали тогда для начала вопрос вадим чернев спрашивает мне нужно вставить фоном в первую секцию на сайте ну видимо какой типичный лендинг видео какое-то и я бы просто не парился вставил туда какое-нибудь видео просто положил его рядом вставил в так видео и так далее но проблема в том что есть мув файл ну контейнер весом 100 мегабайтов и это как бы ну через чур что сделать как его вставить лучше всего на мой взгляд мне кажется стоит если хочется дешевого простого решения лучше залить это видео на какой-нибудь внешний сервис типа ютуба вимео и так далее как какой вам больше нравится и это самое самое ленивое самое простое решение этот сервис позаботиться о том чтобы у вас видео было во всех нужных форматах максимально хороших для этой платформы плюс подгрузка всякое такое у всех этих сервисов есть какой-то api то есть вы можете с помощью дживоскрипта запускать и так далее так далее так далее если вы платите не знаю какому эти вимио денег даже можно вставлять без контролл без всего просто вот так вот видео на самом деле с ютубом тоже что то можно такое делать но если вам хочется прям если видео не такое длинное если если вам нужно как-нибудь зациклить какой-нибудь короткий клип не знаю там листики шевелятся люди идут или еще что-нибудь кто-нибудь в хипстерском кафе кофе наливает ну как там бывает в этих фоновых видео на лендингах можно вполне себе закодировать выберете этот мув файл берете ffmp и кодировать его в разные форматы которые лучше все подходит разным разным браузерам разным девайсам и так далее то есть мув вас скорее всего внутри h264 звук а c ну и как бы типичный типичный такой промышленный формат и контейнер вокруг него чтобы браузер все это засунуть нужно сконвертировать это все во что-то более подходящее вот буквально на днях вышла статья андрея ситника про то как кодировать видео в новый классный кодек а в 1 называется ссылку кто-нибудь киньте в чат или я потом добавлю в описании к этому видео сейчас пожалуй если как бы отказаться от хостера внешнего типа vimeo youtube и типа того можно взять этот мув и закодировать в av1 в webm и в mp4 то есть я сейчас страшно путаю контейнеры кодеки и так далее не судите меня за это но грубо говоря расширение файлов то есть это будет mp4 в кодеке av1 самый легкий самый качественный потом будет webm а потом будет h264 и каждый из них не знаю webm в хроме лучше все проиграется в сафари на айосе там h264 лучше проиграется av1 тоже какая-то поддержка у него есть короче вставить это все тегом видео вставить атрибуты типа muted loop autoplay наверно вставить обложку cover со скриншотом первого кадра или главного кадра этого видео чтобы если видео не поддерживается или отключены или долго грузится была какая-то картинка обложка этого все появилось ну и вот примерно так можно вставить дело не хитро и на самом деле в этой статье андрей рассказывает как конвертировать видео я прям рекомендую вот это был первый вопрос давайте глянем глянем в чат что тут еще есть так владимир кондратенко почему тег dl читается как обычный текст зачем его тогда использовать и бороться со специфичной структурой читается в смысле скринридерами наверное вопрос такой лично для меня главная ценность разметки мы как бы достаточно давно это в том чтобы ее удобно было пользоваться сайтом то есть пользователям было удобно и по какой-то причине если вы использовали правильную разметку то значит все будет хорошо так вот если вы не видите никакой пользы в этом смысле то есть еще польза дополнительная вы видите код вы видите definition title definition description definition list и так далее это как минимум помогает в этом смысле в принципе структура документа если у вас там не див 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 с классами становится понятнее вашего шаблона модуля или там еще чего-то так что в принципе в принципе можете использовать его таким образом даже если скринридер какой-то момент не помогает пользователю что-то делать я точно не знаю как они читают definition листы но мне кажется вполне себе вариант даже если вы на уровне скринридера не видите пользы так какие-то ранние вопросы были о вопрос про жизнь наконец-то ну пройти но прожить некто промокс спрашивает расскажи про жизнь после 35 входа войти с пройденными онлайн курсами берут на работу тех вуз прошлого не пойти мне в этом году исполняется 35 так что это в принципе близкая близкого близкий ко мне вопрос не знаю если у вас есть какой-то технический бэкграунд пройденные курсы и так далее мне кажется вам еще не поздно в том смысле что у вас я не говорю что это хорошее явление я говорю что такова реальность вас не будет воспринимать не знаю там пожилым человеком не способна к обучению и так далее так что мне кажется в этом возрасте вполне себе в этом возрасте господи я всегда считал себя таким молодым в этом возрасте вполне себе нормально войти в новую профессию и на самом деле я тоже не не ставлю на себе крест в смысле может быть когда-нибудь сменю отрасль сменю область интересов еще что-то такое это не обязательно будет фронтенд на всю жизнь хотя чем дальше тем чем тем тем меньше шансов на все это так что мне кажется вполне себе тут конечно все зависит от вашего опыта от вашего от вашего старания всего остального и если у вас на самом деле возможность также легко и независимо как молодежи не обремененной семьей связями ответственностью и прочим также активно и и бодро двигаться это тоже очень важный момент на самом деле как бы проблема зачастую человека там после 30 после 40 даже не в том что он не знаю немощный и глупый или еще что такое или уже слишком поздно а в том что он обрастает связями обрастает какими-то сложностями так у нас тут просто не просто стрим ладно все равно спасибо за вопрос мне кажется это это хорошая тема дискуссии спинтерн css показывает как делать не так ладно давайте пойдем дальше по вопросам если идея как реализовать аналог масон ресетки с выводом контента слева направо без gs я за сведение к минимуму количеству gs на страницах на самом деле насколько я знаю на грядах масон ресетку сейчас адекватно не сделать но можно с небольшими вмешательствами с небольшим вмешательством gs каким-то образом то есть построить все на грядах а потом чуть-чуть подтюнить какие-то моменты которые мешают вот по полноценной масон ресетки потому что если вы совсем все будете на gs и делать была какая-то статья то ли уж не помню кто об этом рассказывал не то amazon не то не то еще кто-то не то flicker или какой-то там типа того сервис я поищу тоже добавлю в комментарии на в описании к этому видео как люди а по-моему это был google photos да google photos статья буквально там полгода назад как собственно они заморочились мало того что с масонры раскладкой но подобного типа плиточной так сказать они еще и рассказали как они это делают как они лениво подгружают отдельные страницы короче статья очень крутая может быть она поможет вам вдохновиться и сделать что-то свое но без gs сейчас такое сделать нельзя даже гридами и кстати вот это один из юскейсов которые обсуждают ребята css working group чтобы это все можно было сделать нативными средствами но пока пока нет так что спасибо за вопрос дмитрий кочетков я полагаю подскажите пожалуйста случае применения тега article кроме как для статей и комментариев чем лучше сделать карточки товаров и анонсы новостей вы смотрите артикл по спеке это отдельный независимый контент грубо говоря и если вы вставляете его вместо дева условного скорее всего у вас должна быть какая-то причина какое-то понимание если вы вот прям четко не чувствуете не понимаете зачем и как вы это делаете если вы не поняли что вот в этом месте screen reader будет понятнее проще лучше и в этом месте еще что-то такое еще что-то такое мне кажется не стоит вот серьезно это немножко противоречит типичному такому нарративу про про семантику про все остальное что мол типа больше семантических тегов лучше круче мне кажется гораздо важнее сделать не знаю адекватную кнопку перехода дальше вот вашей карточки карточки адекватный заголовок этому всему прописать адекватно уровне заголовков проследить на всей странице а вставлять отдельные артиклы секшены и прочие дела на мой взгляд это уже следующий уровень который нужно на котором не нужно застрять к нему нужно прийти если у вас хедеры футеры мейны всякие асайды и уровни и структуры заголовков на странице уже есть интерактивные элементы правильно размечены все остальное то есть интерфейсами удобно классно пользоваться всякие ландмарки ориентиры прописаны там ну я уже упомянул мейны и футеры хедеры вот поставьте себе все эти галочки а потом такой думайте окей я пройду по скринридерам nvda voiceover там еще что-нибудь джоус какой-нибудь и проверю в каком месте секшен артикл лучше чем просто дифф на самом деле дифф заголовком уже хорош потому что есть заголовков есть заголовок есть место куда можно перейти и начать эту информацию считывать вот такой совет немножко ни о чем но я надеюсь я задал направление в каком вам стоит двигаться вот один по поводу доступности какие рекомендации людей с плохим зрением не скринридер особенно медиа новостным сайтом я не могу сказать что я знаю хорошие медиа доступные вот прям без безупречные классные тем более русскоязычные которые прям могу рекомендовать но это хороший вопрос на самом деле и знаете я бы я бы взял топ-10 медиа вот там начнется всякая политическая и прочая прочая всякая история кому как и медиа больше нравится но это кстати интересный челлендж я бы может быть в одном из своих видео взял не знаю топ хотя бы 5 чтобы это все не затянулось на час медиа каких-нибудь с приличной независимой точки зрения например и сделал бы рейтинг именно по уровню доступности по уровню адекватности удобства использования так что давайте вот так обернем этот вопрос мне кажется это будет хороший вариант спасибо за за идею лена раян пару лет назад один ментор для начинающих программистов ярко топил за яро топил за то чтобы у каждого разработчика должен быть свой блок насколько так актуален в 2019 году смотрите сейчас вот именно в западном айтишном западной айтишной тусовки которые я вижу вокруг всех этих фронтендов браузеров и крупных айтишных компаний я вижу тренд что люди разочаровались в фейсбуке в твиттере в медиуме и подобных платформах потому что ну они немножко оборзели на мой взгляд и ну как бы на их взгляд тоже и все больше и больше людей начинают себе собирать простые статические блоги вот буквально там статик генератор из маркдауна на гитхабе какой-нибудь там раньше это был джекил сейчас может быть каком-нибудь eleventy или или типа того ну даже даже gatsby если у вас есть какой-то бэкграунд в сингл пейджах да есть какой-то тренд и на самом деле если я вижу человек блок какого-то человека куда он даже если вы не вообще никто не читает а если он туда что-то пишет у меня лично у меня возникает такое теплое чувство и и какой начинает зарождаться уважение к человеку потому что он умеет формулировать мысли он умеет решать задачи он что-то такое делает я бы не стал прям яро рекомендовать мне кажется что не знаю какой-нибудь профиль на гитхабе всякий open source чуть-чуть важнее чем блок потому что ну по крайней мере для новичков точно а если вы уже какой-нибудь middle иметь какой-то канал где вы что-то публикуете учитесь писать учите выражать свои мысли мне кажется это хорошо ну вот такой 2019 год мы снова возвращаемся к блогам мы снова возвращаемся к подкастам смешно так так time для чего короткий вопрос чтобы время вставлять марат ну смысле вы пишите не знаю статья вышла 12 июня такого-то года завернули в time и прописали атрибут date time в котором в стандартном и сошном виде прописали дату и тогда поисковик не будет поисковик там еще кто-то какие-нибудь всякие инструменты они точно поймут они не нужно будет парсить эту дату 12 июня как бы там в каком порядке вы там написали какими словами они зайдут в этот атрибут спарсят date time и смогут все это делать конечно лучше туда вбросить еще всякие атрибуты схема орг и прочие там штуки дополнительные микро микроданные если вы хотите прям совсем хорошо разметить свою статью там и прочие штуки но вот этот атрибут на него вполне себе могут опираться разные разные режимы для чтения разные скринридеры разные поисковики это стандартный способ разметить дату разметить по-человечески написанное дату время и подобные штуки и добавить к нему машинно читаемый атрибут который точно говорит когда это было сделано в каком часовом поиске с какой какое время и прочее вот для чего тег time элементы слайдер нормально посоветуйте слайдер который читает нормальную ширину слайдов очень замороченная штука мне кажется я сейчас вот в угаре лайвы не отвечу максим напишите письмо я подумаю если я правда могу что-то посоветовать happy plus bayonet ну эта штука уже будет еще сегодня поверх меня лежать вы вы все увидите так иван спрашивает как выучить гриды максимально быстро и как обучить хотя бы нормального верстальщика стмл академии прошел платные курсы тоже практикует практикуем но тяжело видимо вы не себе не про себя спрашиваете иван у той же самой академии есть курс по гридам я могу его рекомендовать он он хороший вдумчивый такой на самом деле просто не знаю откройте какой-нибудь телеграмм веб стандартов поищите слово гриды и и там есть там есть там есть и переводы там есть и авторские какие-то статьи мне кажется ну у меня щелкнуло в голове я понял гриды когда я просто сел и попробовал их использовать на каком-то проекте где мне не жали сроки я просто начал верстать так сяк так сяк и раз о можно их верстать не как таблицы не как флексы а как вот по-своему со своей внутренней красотой внутренней логикой больше практики мне кажется и хорошими хорошими статьями обложиться мне кажется это тоже хорошо ну то есть есть всякие продвинутые статьи где вот недавно буквально выходила в новостях об стандартов что вы делали используете гриды неправильно используете именованные линии используете там всякие мин максы и прочие дела да это уже дополнительный шаг но мне кажется вот просто сверстать какой-нибудь непростой интерфейс в котором вы именно не просто раскидываете коробочки а раскидываете коробочки потом делаете чтобы они автоматически расставлялись потом адаптируете их каким-то образом вот это лучший способ врубиться и обучиться просто попробовать лучше конечно в условиях когда над головой не висит дедлайн то есть вечерком или там в свободное время для красоты для собственного удовольствия ла 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 спасибо спасибо за ваши за ваши донаты на мороженое уже пошли рентон марат спасибо ребята 100 плюс 100 уже и 200 ну классно так части какой скринридер на винде посоветуешь спрашивает дима полос но если прям совсем мягко хочется начать то есть windows narrator собственно встроенный windows 10 скринридер он не супер навороченный но что-то он может не естественно лучше всего работает с майкрософовскими браузерами типа edge да но кроме этого есть еще бесплатный скринридер называется nvda он тоже такой вполне себе нормальный продвинутый скринридер а есть еще платный называется jaws там он там есть какие-то реальные версии типа там по 40 минут по моему они работают а так он конечно дорогущий но насколько я знаю есть всякие субсидии людям которым на самом деле это нужно то есть можно каким-то образом получить либо скидку либо его бесплатно где-то в общем если это вам вот как человеку которому хочется пользоваться интерфейсами это одно чтобы потестировать мне кажется windows narrator и nvda дадут вам адекватную картину но если совсем вот совсем с нуля открываете панельку accessibility в хроме ходите по дереву доступности и понимаете как в общем-то ваша верстка выглядит а так nvda наверное вот как вот такая середина и бесплатный и вполне себе fully featured как говорят полный фич ну там на самом деле друг другу уже помогут все друг другу помогают и все 100 рублей прилетело спасибо илья да так сильно опоздал не страшно на самом деле не знаю как выйдет чисто технически этот стрим сейчас вот плашка по мне по поверку была может быть там какие-то задержки и рассинхрон звука видео будет возможно я это видео как и прошлое я просто выложу отдельно и залью залью буквально там на днях чтобы все желающие могли посмотреть тоже но мне кажется это хорошо что ты так на меня смотришь маша привет вчера понял что не знаю как верстать комментарии это должны быть списки секции или просто дивы и все это обернуть сайт выносить из тега артиклы или писать внутри странная штука но на самом деле вот чисто классически я уже сегодня касался темы артиклов асайдов и прочего и прочих комментариев маленький комментарий в эту сторону тоже классическая спека вот когда артикл элемент был придуман в штаммл 5 предлагала что вы берете вы берете артикл вставляете в него контент условной статьи тут же внутри вставляете другой артикл вложенные в него и это имеющие отдельные части контента привнесенные снаружи которые имеют отношение к основной этой статье то есть у них есть какая-то такая вложенная связь какая-то то есть вроде бы отдельной части содержимого но имеющие отношение к этому то есть в принципе это логичная структура но вопрос в том реально ли есть в этом польза к сожалению я за последние там полгода или там уже уже год как начал читать доклад семантика для циников я немножко стал сам с киниками с циником и скептиком потому что я стал думать о том какая на самом деле польза это в реальном мире приносится то есть есть другая перспектива что мне нравится как в документах и спецификациях описано что имели прочие прочие дела и мне нравится всему этому следовать поэтому если вам нравится тоже читайте разбирайтесь и так далее но всегда задавать вопрос не трачу ли я много пустого времени вместо того чтобы сделать самую простую семантику расставить заголовки интерактивные элементы правильно прописать на лейбл лейбл прописать всем интерактивным элементам и прочее 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 в общем приоритеты свои очень хорошо расставьте вот тогда будет здорово а в этом смысле ну да артикл отдельные артиклы вложены в один большой артикл мне кажется с точки зрения спецификации с точки зрения логики вполне адекватно не факт что это реально поможет пользователям но вы сможете сделать совместимую с будущими реализациями совместимые со спецификацией комментарии мне кажется тоже тоже интересно но это не первая очередная задача вот об этом стоит помнить ой дмитрий мельник 150 рублей лена райан еще 100 рублей слушайте мороженого-то сколько что такое что такое ой серога я тебя узнаю человек человек сергей мизенцев давний давний участник обстандартов спасибо за тысячу рублей господи мышься на мышь мышь пообедать сможем после этого что еще вопросы пошли ой еще 100 рублей господи люди я я краснею надо надо выпить воды не приятно спасибо спрашивают сколько времени уйдет на освоение js к вере если заниматься часа по три-четыре в день надеюсь вы не про jQuery да я я просто не очень понимаю что такое поэтому сложно сказать ладно так 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 пытаюсь пытаюсь найти вопрос тут очень длинный вопрос размазанный по всем по всем частям от ильи аверина илья наверное разбейте это все в полноценную историю соберите просто сейчас в чате будет сложновато это все понимать и соберите это в письмо на happy plus b.net вот ага сейчас о ну рентон тоже вопрос задает сейчас хейты от грибу наверное но все же что будет с отраслью если нам устроить закрытый интернет это ведь смерть отрасли по сути как мне кажется либо просто нечеловеческое отставание что думаешь вадим ну уж давайте немножко про политику поговорим суть в том что сейчас российское государство признало что интернет это стратегический ресурс и в общем то ну добро пожаловать в настоящее как и все мировые державы типа считают что интернет это стратегический ресурс соответственно пытаются отстроить всякие механизмы чтобы интернет был самостоятельный и это в принципе вполне вполне нормально если у вас если ваш не знаю водопровод зависит от от соседа с которым у вас плохие отношения наверное стоит свой отдельный водопровод провести это это понятно но когда в этом процессе начинают заламывать руки людьми которые пользуются интернетом свободно и привыкли к тому что он свободен и независим и все доступен это беда и естественно в этом смысле мое отношение крайне негативное поэтому было бы классно чтобы мы перестали искать врагов было бы классно чтобы мы стали налаживать связи и прочее если говорить про существование нашей отрасли именно вот разработки интерфейсов фронтенд и так далее мы зависимы точно так же как не знаю как мы зависимы от 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 американских технологий от азиатских технологий каких-нибудь там китайских и прочего это глобальный мир мы так живем поэтому если вдруг завтра все я уже через каждый второй сайт через каждый ладно пятый сайт я уже сталкиваюсь с блокировками сейчас очень любят люди любят хоститься на github pages на netlify какого-нибудь на каких-нибудь других облачных штуковинах и регулярно там каждый там не знаю десятый айпишник заблокирован и я постоянно включаю vpn чтобы 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 все это обойти на самом деле примеры мировые там не знаю того же китая турции каких-то каких-то в каких-то странах заблокированные какие-то отдельные сайты vpn и не блокируют все еще поэтому кажется если не дойдет прямо вот до каких-то принципиальных столкновений на уровне холодной войны и всего остального то так или иначе эти специалисты выкрутятся вопрос в том что наши с вами сограждане я не говорю не только про россию про все про все остальные там русскоязычные страны наши сограждане столкнуться с тем что с изоляцией мы то мы в интернет выходить сможем мы знаем как пользоваться технологиями vpn и всем остальным вот если наши вот сограждане столкнуться с этим мы будем конечно сильно разделяться сообществом у нас будет открытые взгляды у них будет консервативно закрытые куда нас унесло с этой темой короче я не знаю как как жить на самом деле и вас учить не буду просто я надеюсь и даже верю в том что это не это не станет катастрофой какое-то устражение ограничения интернета мы с вами сможем с этим справиться и сможем стать проводниками в открытый глобальный интернет обмен данными всем остальным для наших друзей родственников близких и вообще для 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 всей отрасли поэтому чувствуйте ответственность тоже мы не только создаем интерфейс мы еще помогаем распространять информацию в этом в этом что-то есть ух а то фронт-энд фронт-энд как сделать 3d анимацию с глоготипа если исходник в авторе может как и упрощающий процесс средства есть ну знаете по моему автор эффект вот если какая-то там анимация он исключительно может экспортировать экспортировать видео всякое всякое 3d и прочее поэтому но смотрите как только у вас появляется 3d первые первая лампочка должна вас начать мигать типа что то здесь не так 3d скорее всего эффективно рисовать на векторе нет слишком много будет поверхности слишком много будет точек анимировать этого браузера вот реально анимировать браузере будет сложно поэтому если у вас есть 3d скорее всего вам нужно будет либо видео если у вас простая интеракция какая-то либо положить какое-то видео либо что наверное лучше сделать какой-нибудь webgl то есть грубо говоря на канвасе на фоне или еще как нибудь еще в общем на канвас элементе с помощью webgl нарисовать собственно эту вашу трехмерную анимацию мне кажется svg здесь мимо просто из-за сложности из-за количества всяких поверхностей которые нужно анимировать но все-таки 3d это же не псевдо 3d ну то есть зависит от но первая мысль не стоит свг сюда использовать стоит наверное подумать как это все экспортировать в webgl во всякие фигуры которые можно скормить какой-нибудь 3ds и прочее в общем смотрите юра артюха моего старинного приятеля он стримит про про всякие про всякую графику про всякие webgl и прочее ссылку тоже дам юра стример он как бы он давно в этом деле уже не то что я новичок да jQuery jQuery я имел ввиду вам уже правильно отвечают play 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 вам правильно отвечают что jQuery не стоит тратить и 3-4 часа своего времени на изучение jQuery сейчас лучше поизучайте ванильный js в смысле обычный js как он есть он в принципе может уже все что умеет jQuery и даже больше и лучше и ну короче нет legacy проект есть да если вам нужно реально заморочиться и вы не можете переписать да jQuery изучить можно но если вы сейчас с нуля учитесь нет правда это технология уходит такое 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 бывает так вадим интересно твое мнение как лучше разобрать 15 тысяч объектов после единой асинхронной загрузки во фронте или разрыть или разбить back на куски как только звучит идея а давайте мы это сделаем на фронте первая мысль опять же начинает уже вторая красная лампочка мигать на самом деле у меня в голове первая мысль не надо не надо у вас что back нет вообще или там не знаю там процессор не мощнее моего телефона не нужно на моем телефоне разбирать 15 тысяч объектов я понимаю что вам удобно но подумайте при меня вот надо думать не про пользователя абстрактного а вот про себя про про вашего как коллегу соседа друга близкого как у него на телефоне 15 тысяч объектов будет разбираться это будет эффективно это будет хорошо да нет конечно так что разбейте на беке пожалуйста ну вот так как правильно оценить время выполнения той или иной задачи ну я я не буду отнимать хлеб у гриша букунова он прекрасно 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 у него есть какая-то формула про с окруженностью с каким-то там делением надого и умножением на что то там тоже надо будет найти или или если вы знаете покажите прекрасная формула для оценки времени для проекта все уже сделано до нас так передаю привет николаю боднарюку легко кто меня еще смотрит может все родственники нет ладно не будем об этом 3gs так вопросы вопросы вадим есть какой-нибудь ресурс для обучения ruby on rails документация не в счет сергей ruby on rails и я плохо знаем друг друга поэтому наверное ко мне пусть вам ребята посоветуют если знают илья рачинский спасибо за 100 рублей я объемся мороженым кстати у меня дома кончился портрей повзрослела дискуссия сразу немножко что ты думаешь про вариативные шрифты да вика васильева если будущее вариативных шрифтов как думаешь будут ли они дизайнеры их разрабатывать и реально ли они полезны в вебе смотрите если вот ставить на весы технологии пользователей интерфейс и все остальное и дизайн и взвешивать вариативные шрифты на этих весах мне кажется вариативные шрифты чуть ближе по ценности именно к дизайну по крайней мере я их так вижу в чем в чем вообще суть вариативный шрифт позволяет зашивать несколько семейств внутри одного шрифта и экстраполировать между ними выбирать любую допустим вы можете выбрать не знаю сверхтонкий шрифт средний и сверхтолстый всего три начертания будут содержаться в вашем шрифте а между ними вы сможете выбирать толщину штриха и все остальное они будут экстраполироваться классно то есть всего три шрифта зашито а у вас практически вся гарнитура так вот в чем дизайнерское дизайнерский плюс если будут появляться такие шрифты если это будет реально легко использовать в вебе мы получим интерфейсы которые более гармоничные более короче у нас появится больше слов в языке дизайна на самом деле видели вы или нет но сайты созданные одной одной гарнитурой какой-нибудь классной семейством шрифта они красивые они гармоничные они как будто написаны одной рукой если вот сравнивать рукописное что-то не дядя федор кот и пес по-разному писали кривыми лапками а вот вот реально все в одном стиле выполнено одни наклоны одни всякие рисунки шрифтов и вот в этом смысле такие шрифты такие композиции такие дизайны будут удобнее использовать вопрос там насколько это все в моде в тренде для каких сайтов это актуально с технической точки зрения на самом деле если у вас такой дизайн с самого начала нарисован что у вас используется несколько начертаний и хочется вот прям вот для заголовков сверхтонкий там волосяной шрифт для текста вот такой здесь такой здесь сякой да будет удобно вам как разработчику получить этот вариативный шрифт экспортировать его в специальный вариативный формат и так далее но сначала вам нужно этот дизайн получить сначала дизайнеру нужно подобрать гарнитуры которая обладает которую нарисовали как вариативную и только тогда вы получаете собственно эту штуку то есть я бы не стал переоценивать техническую ценность да шрифт вариативный будет легче чем столько же отдельных нарисованных шрифтов загружать но пока до этого дойдет наверное мы еще не там поэтому не стоит слишком ярко и сильно хайповать с технической точки зрения об этом но если вам попадается проект с вариативными шрифтами во-первых танцуйте потому что это будет интересно во-вторых просто новые технологии изучить но пока вот не супер там на каждом сайте в интернете наконец-то нам это пригодится это просто одна очередная технология лучше займитесь хорошим сабсеттингом и эффективной подгрузкой шрифтов это полезнее прямо сейчас бух Максим Хализов задает вопрос про доступность как я могу пройти мимо тебе известна проблема если применить свойство order и например поменять порядок пунктов в списке то скриндиры читают в том порядке который указан в разметке а не в order что делать собственно да тут даже свойство order не нужно но свойство order работает во флексах и в гридах а допустим можно я вот в своей лекции по доступности в академии показываю флоуты если допустим одному элементу всем элементам задать float left а одному float right он идет в конец но если он находится в списке первым то сначала фокус перейдет на него а потом в начало списка и пойдет вот так то есть дело не только в скринридерах если кто-то пользуется вашим сайтом с клавиатуры и он идет по спискам по пунктам меню которые ссылки интерактивные элементы он сначала попадет сюда потом сюда и его начнет кидать а если вы спозиционировали что-то еще куда-нибудь не туда короче беда и у этой проблемы есть два решения одно самое простое а другое вроде бы простое но не надо так делать решение номер один вы просто берете и перемещаете на уровне html элемент куда нужно если вы к этому имеете отношение если это связано с адаптацией сайта то лучше сделать какой-нибудь маленький javascript который реально в доме переставляет элемент в нужную сторону или продумать может быть вам сделать страшную вещь которую я очень не люблю но сделать две разные копии меню типа меню для десктопа и меню для мобильного например и в зависимости от медиа выражений прятать display none мы в это меню то есть на мобильном одно меню с одним порядком элементом display none допустим десктопное и наоборот в зависимости от размеров окна появляется одно или другое меню да у вас будет дублирование кода но этим кодом будет удобнее пользоваться поэтому у вас будет больше кода это проблема разработчика интерфейсами будет удобнее пользоваться это приобретение пользователя у пользователей приоритеты всегда выше чем у разработчика в моем мире мне кажется в вашем должно быть тоже так что попробуйте делать именно вот так чтобы интерфейсами было удобно пользоваться иначе никак есть второй способ собственно tab index можно расставить всем элементам вручную tab index но ни в коем случае этого не делайте потому что если у вас неожиданно появится другой компонент у которого есть тоже tab index и в общем начнутся конфликты нужно следить за порядком tab index tab index 1 tab index 2 tab index 3 и прочее короче нет tab index это плохая идея лучше лучше в разметке переставьте так недавно видим на сайте шапку без тега header а внизу была статья divom и в ней header за главком h1 и сестринский артикл правильно так вставлять шапку без header и пихать его в другое место ага смотрите шапка сайта это не обязательно header это очень часто header но не обязательно собственно space coding задает вопрос мы header это такой постоянно встречающийся элемент на сайте который чаще всего является шапкой поэтому его заворачивают в тег header и поэтому ла-ла-ла мне кажется что люди не до конца понимают как header вообще работает и на самом деле header который лежит на уровне прям всей страницы на уровне body это говорит про всю страницу но можно в отдельные элементы типа секшенов артиклов тоже вставлять свои хедеры и это нормально они будут в контексте своих адекватных элементов но тогда вокруг них должны быть отдельные секшены отдельные артиклы и так далее то есть значимые элементы ориентиры лендмарки а если вы просто вставляете один хедер здесь другой хедер там тогда пользователи запутаются где и что происходит так что если вам нужен глобальный хедер на весь сайт вставляете его на уровне body если вам нужны какие-то отдельные хедеры там дальше надеюсь я примерно ответил на вопрос главное что там есть заголовок h1 это тоже хорошо фух где покупаешь футболки вопрос задают всегда и мне кажется ну у меня к этому видео есть отдельный булочок в самом низу каждому видео типа на что снято на что стримлю там чем записывается и вот это вот все звук свет мне нужно там уже добавить две ссылки cotton bureau и threadless я думаю вы я добавлю в описании к этому видео как бы хватит уже сражаться потому что реально в каждом видео спрашивают откуда футболки оттуда ага так Вадим что ты думаешь о строгой типизации в джес стоит ли начать осваивать если текущий проект ее не использует Андрей Блохин это был на самом деле вопрос рядом с футболками Андрей спасибо смотрите так получилось что я не джес не джес программист я даже не программист особо поэтому спрашивать меня про типа что мне нравится больше TypeScript там flow или просто джаваскрипт ванильный наверное не стоит у меня есть мнение по этому поводу в смысле что если вам пока не нужна строгая типизация и вообще язык с типизацией вообще вот эта вот история с типами наверное вам она и правда не нужна поэтому дождитесь момента когда она вам пригодится и это не просто так я вижу много уважаемых людей вокруг меня скептически относятся к не знаю к TypeScript например или считают что там есть какой-то overhead дополнительные всякие расходы накладные которые сводят к нулю пользу от этого всего если там что-то не очень сложное происходит и прочее и прочее и прочее поэтому наверное вот такой дилетантский я сразу оговорюсь дилетантский ответ на этот вопрос не нужно не трогайте в этом смысле поскольку это как бы не какой-то дефолт это не какое-то не какое-то общее место типа как JS сам по себе общее место общий дефолт и научитесь его хорошо использовать как только придет задача типизации берете типизацию и выбираете уже какой больше подходит типизации там flow TypeScript или что там еще есть а Данил спросил про отделение фокуса на курсор и фокус на клавишу tab да там кто-то правильно посоветовал focus visible есть такой псевдокласс который позволяет с помощью эвристики браузера определять каким образом попал фокус на кнопку но я может быть об этом уже говорил где-то на мой взгляд если вы кликнули по кнопке на ней должен появиться фокус потому что я почему-то кликнул мышкой а после этого взял клавиатуру и пошел дальше или не знаю отвлекся на секунду посмотрел в сторону и я хочу знать где я нахожусь в интерфейсе поэтому вот эта вот идея типа мы сделаем интерфейс максимально чистым чтобы никаких аутлайнов никаких там еще чего-то было чтобы он был идеальный как картинка нет сделайте мне интерфейс в котором я вижу где я нахожусь представьте себе редактор кода вы пишите какой-то код пишите 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 отвлеклись на сообщение в мессенджере возвращаетесь а у вас курсора нет и текущая строка не подсвечена зато интерфейс красивый с ума сойти и что вы будете делать вы будете вспоминать где вы находились на этом экране у вас там батарея кода что вы будете делать у вас есть курсор и текущая строка скорее всего подсвечена вам удобно так вот не лишайте меня и всех остальных людей возможности понять где они на сайте прямо сейчас находятся потому что они могут пользоваться клавиатурой а могут пользоваться и клавиатурой и мышью не нам выбирать поэтому на мой взгляд вот этот фокус визибл он несколько вредный то есть он отвечает запросам разработчиков типа уберите этот фокус отовсюду но мне кажется он не отвечает запросам пользователей которым лучше понимать где они находятся это правда улучшает опыт взаимодействия с сайтом экспириенс тот самый тут у какого-то дизайнера портфолио похудело в пять раз благодаря моим роликам я так и воду могу заряжать начать Вадим есть в 2019 году вариант использовать вебпи без джиэс дублирование свойства бэкграундсурл Святослав Ежов смотрите так получилось что на уровне css нам не определить продерживает браузер вебпи или нет и приходите использовать модернайзер прокидывать класс на html дублировать действительно блок правил и прописывать его с префиксом класса вот этого и вставлять вебпи да это сложность на самом деле если в каком-то из видео где я говорил про графические форматы практически в каждом я говорю про графические форматы где-то там мне предложили идею и это на самом деле известный способ просто как-то он вылетел из головы можно на уровне сервера на уровне вашего Nginx Apache или что у вас там крутится экспресс я не знаю на этом уровне по запросу браузера понимать поддерживает ли он вебпи или нет потому что он возвращает в своем ответе браузер в своем запросе форматы которые он поддерживает графики в частности поэтому можно фильтровать этот запрос и вместо jpeg отдавать вебпи то есть вы используете на сайте jpeg в css в html где угодно а на уровне запроса сервера вы отдаете вебпи вместо этого по-моему прикольно и по-моему это буквально несколько строк в конфиге Nginx я еще сам этим никогда не занимался на самом деле потому что ну я скорее на фронте чем на бэке в этом смысле но кажется просто другое дело что это требует взаимоотношения с бэкендером и настройки всякого такого но если у вас есть возможность мне кажется это хороший вариант это точно лучше чем javascript это лучше чем просто отдавать jpeg потому что можно сэкономить на уровне сервера а во время деплоя да собираете два файла с одним и тем же названием с разными расширениями тогда на уровне сервера можно будет подменить один файл на другой вполне себе вариант Вадим представь себе стандартный двухколоночный сайт одна колонка контент список продуктов интернет-магазин ла-ла-ла-ла а вторая колонка сайт бар с фильтрами как бы ты верстал сайт бар основной контент страницы пожалуй список список продуктов да это безусловно там есть там должен быть заголовок там должен быть список продуктов вот реальный список в котором какие-то карточки товаров стоят это вполне адекватно сайт бар этого всего хочется вот прямо сейчас сходу сделать элементом а сайт который дополнительную навигацию делает на самом деле он так близко к контенту он так связан с этим каталогом что это не вторичный контент мне кажется я бы все это вместе засунул в большой мейн какой-нибудь и положил фильтр как можно ближе к контенту желательно над ним может быть даже ну вот короче чтобы навигационно фильтр по каталогу не потерялся чтобы на него реально можно было легко перейти с помощью там ориентиров сайт тоже становится ориентиром мейн тоже становится ориентиром да в этом смысле можно передвигаться но кажется эта штука может потеряться поэтому я бы их положил рядом в один общий мейн сверстал бы там форму не форму в зависимости от того как вы хотите фильтр сделать ну вот примерно так мы я сейчас не буду на лету верстать но я думаю идею вы поняли так Максим Вадим где можно посмотреть на вашу верстку а то много рассказывает а ничего не показывает хочу посмотреть как вы используете бэм насколько отзывчивый у вас интерфейс а смотрите ну верстку вот прям верстку при верстку которую я что-то делаю наверное можно посмотреть на сайте webstandards days конференции можно посмотреть ну там много старого плохого кода давненько сайт не обновлялся наверное самое активное из того что я делаю это шовер шовер точка ми ну там ссылку тоже конечно же можно просто погуглить шовер презентейшн энджин например там самое адекватное из того что я последнее время что-то кодил возможно имеет смысл сделать какой-нибудь лайв с лайв кодингом где тот же самый бэм то же самое всякое вот это но не уверен на самом деле вот в демках моих вид например как я бэм пишу вот в последний про чекбоксы про адаптивность и всякую гибкость ну наверное примеров нет я понимаю что я я звучу и выгляжу как теоретик но если заслуживаю ваше доверие я рад я постараюсь конечно подумать как бы мне показать какие-то вещи я постоянно ругаю всех но я подумаю как мне показать как хорошо и правильно сделать может быть может быть какой-нибудь проект вроде переверстки в рамках этого блога был бы хорошая идея или тот же самый лайв кодинг ну я немножко стесняюсь лайв кодить на самом деле знаете и это будет динамика потерян типа ты сидишь и тупишь и думаешь так 5 минут как класс назвать люди не хотят на это смотреть я не хочу вас этим мучить поэтому скорее всего это будет какая-то оффлайновая штука перекодинг какого-нибудь карточки товара может быть или шапки сайта хорошая идея да у нас осталось немножко времени совсем я постараюсь постараюсь ответить на ваши вопросы Юрий Стегни тот самый дизайнер который похудел на 5 в 5 раз спрашивает сайт с горизонтальной прокруткой это зло в целом да ну то есть это просто контр интуитивно прямо сейчас так получилось что чтобы вам объяснить людям что что-то прокручивается горизонтально вам нужно заморочиться увести последнюю карточку обрезать ее пополам например увести какой-нибудь фейдаут какую-то кнопку сделать еще поморгать какой-нибудь иконочкой что типа можно прокрутить и вот это вот все оно усложняет конечно я бы если хотите если хотите сделать сайт для awards какого-нибудь классный чтобы приз получить ну сделайте гарантальную прокрутку если хотите сделать что-то удобное для пользователей мне кажется нет ладно Вадим ваш любимый Firefox часто подлагивает у меня тоже мы вчера подкаст записывали буквально в этой студии у всех ноутбуки шумели громче реально реально шумели и может вы услышите в этом подкастах раскручивали с пропеллерами и у одного был запущен Firefox у другого Chrome и все жрали память и все громко 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 шумели вентиляторами то есть как бы современные браузеры или современный способ использования интернета открыли миллион вкладок и хотите чтобы работало быстро да это скорее комментарий Никита спасибо за за ссылку так чем плохо иконочный шрифт хороший вопрос спасибо чем плохо иконочный шрифт google material icons против svg скажите насколько киллер аргументов почему я должен отказаться от иконочных шрифтов Максим буквально десяток статей на эту тему я могу найти вам прямо сейчас и кинуть в описании если интересно но сходу могу сказать следующее иконочные шрифты используют сами по себе технику подмены текста текстовых символов на иконке и это уже само по себе хак вы делаете шрифт в котором не знаю буква а становится птичкой это немножко странно поэтому это 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 чисто выглядит как хак плюс там ограничено количество цветов которые вы можете использовать если вам нужно сделать не знаю сделать птичку с красным хвостиком вы уже на уровне иконочного шрифта это сделать не можете пока цветные шрифты это еще такая отдаленные перспективы от нас у них разное сглаживание на разных системах на самом деле вертикальное выравнивание текста тоже проблема вы видели как иконочные шрифты грузятся пока шрифт не загрузился я вижу вот эти вот кубики какие-нибудь обычно или какие-нибудь случайные буквы алфавита то есть ограниченность неудобность плохая загрузка разное сглаживание и прочее и прочее и прочее мне кажется сплошные недостатки по сравнению с свгс по сравнению с иконками и плюс нужно генерировать эти штуки хорошо у вас есть материал дизайн библиотека классно здорово но если у вас вам нужно от дизайна что-то получить короче вот этому я аргумент а дальше почитайте в статьях я брошу в описание к этому видео главное главное все это не забыть конечно если забуду приходите в комментарии напомните я обязательно обязательно вам кину ссылки а может в чате появится Владимир С как ускорить загрузку сайта из jQuery я не буду отвечать отключите jQuery потому что как бы это ваше дело что использовать я могу только им рекомендовать но загрузите jQuery CDN если вам если сайт без jQuery не работает не просто загрузите а еще сделайте link real preload то есть можно подключить jQuery самую библиотеку с внешнего CDN это хорошо она закэширует все дела будет доступна во всех регионах мира с одинаковой скоростью но можно еще написать link real preload as javascript и там указать тот же самый ресурс и тогда jQuery загрузится не тогда когда парсер дойдет до этого jQuery а с самого начала поскольку это важная часть проекта вот так можно ускорить что еще можно сделать ну понятное дело использовать ту версию jQuery которая вам на самом деле нужна потому что старая версия jQuery они потолще и нужно сравнить браузерную совместимость может быть вам нужна самая-самая-самая тонкая самая последняя версия jQuery откуда еще какой-нибудь модуль не знаю для селекторов еще отпилен потому что вы используете jQuery selector all то есть попробовать порубить ваш jQuery на части избавиться от лишнего ну вот такие примерно советы но лучше конечно переписать все без jQuery но опять же это ваша вотчин осталось совсем немножко много svg на странице это тяжело для браузера если svg это просто кружочки не тяжело если не знаю сложные фигуры куда еще растры внедрен какой-нибудь тяжело это очень относительный вопрос да ну тут еще много всяких вопросов давайте наверное закруглимся я вообще куда все время делать я только начал ну то есть я не могу делать стримы по два часа потому что Маша умрет я умру и вам будет скучно но и раз в месяц тоже вроде бы часто достаточно короче знаете до следующего стрима и наверное даже до следующей до следующего общения где-нибудь в почте я надеюсь вы продолжите мне писать тут уже имейл появился или нет черт да что ж такое а сейчас во появился имейл хорошо спасибо техника техника на уровне отладки пока в общем то пишите сюда если у вас есть дополнительные вопросы если на что-то сейчас не ответил или недостаточно подробно и всякое такое идея предложения все остальное мы с вами увидимся через месяц как то так получается что все эти стримы проходят в начале месяца так что я думаю типа начало марта мы уже захватили где-нибудь числа третьего и какое там воскресенье будет в начале апреля вполне себе можем встретиться здесь я надеюсь в ближайшие несколько дней записать свеженькое видео с разбором сайта так что мы будем продолжать с вами развлекаться есть хорошие идеи вот прямо сейчас возникло по поводу переверстки каких-то частей интерфейса тоже будет интересно в общем планов куча вам спасибо огромное что вы все присоединились и донатили там какая-то очередная сумма собралась на мороженое надо будет накормить всех обедом и все такое смотрите у меня в почте сейчас около 200 писем в инбоксе я потихонечку сквозь них сквозь них пробираюсь так что я надеюсь получить в ближайшие несколько дней inbox zero ну может быть в течение недельки вот примерно такая моя скорость ответа на ваши вопросы если не получили ответа можно не пинговать дойду отвечу всем потому что ну пообещал вывел поверх себя плашку с имейлом что делать ну вроде все на сегодня да давайте тогда общаться в почте в соцсетях на самом деле оперативнее всего я конечно отвечаю в комментариях к видео потому что я несколько раз в день захожу смотреть чего там нового появилось так что хочется чего-то оперативного давайте там хочется чего-то побольше поразверните можно можно идти в почту например так но опять же твиттер тоже хорошее место для общения в общем спасибо вам что участвовали в этом стриме извините что я не ответил на все вопросы но вы видели сколько их всего много я думаю вы сами потасовались поотвечали друг на друг вопросы это тоже это тоже интересная была часть мероприятия мы с вами увидимся через месяц в начале в начале апреля и ближайшем видео которое я надеюсь записать на этой неделе все наверное спасибо большое всем кто был донатил если вы здесь случайно оказались сегодня еще не подписаны и не поставили ваши лайки все остальное обязательно это сделайте мне будет приятно я с удовольствием наблюдаю как цифра подписчиков растет сейчас уже восемь тысяч человек зачем-то интересуется тем что я тут записываю на этом канале фантастика давайте доведем до десяти ладно все спасибо вам большое и до встречи сейчас мы будем пытаться выключить стрим